Зимний период в совхозе Новый проходит без особых проблем. Крупный рогатый скот, как и подобает алмазным коровам, зимует с комфортом. У наших комплексов всегда тепло, светло, комфортно, сухо. И вовремя делается у нас ремонт, и дойка у нас механизирована. К началу зимовки в хозяйстве совхоза насчитывалось около 2000 голов крупного рогатого скота. Обошлось без потерь. Благодаря нашим работникам совхоза Новый, руководству, бригадирам, управляющим, конечно же, в первую очередь, и ветеринарные врачи. Днем и ночью работают, постоянный контроль проводится. Проблем с кормовой базой не возникало. Сенокосных площадей 500 с лишним гектаров, плюс силоси сенаж. Так что совхозное стадо на весь сезон обеспечено кормами. В прошлом году мы заготовили большое количество сена, это 83% мы выполнили. И силоси заложили. Вместо 1500-1750, то на 250 тонн это больше. На молочно-товарной ферме производят более 3,5 тонн молока в день. Надой на одну корову за 2015 год составил более 2000 килограммов. Вот эти мои любимицы, вот феечка моя. Ну, они все у меня любимицы, как говорится. Я к ним хорошо отношусь, они ко мне молочко дают, как говорится. План мы с ними выполняем. Я уже с этой группой 8 лет, я их с телочек набирала. И мы с ними постоянно выполняем план. Так что в прошлом году мы сделали план 2480, на корову мы надоели. Идет массовый отел. С начала года получили 260 телят. У всех телят состояние удовлетворительное, хорошее. Днями и ночами наблюдаем. Здесь находятся телята. Их сюда переводят прямо из родильного отделения. Сегодня в младшей телячей группе более 50 голов. Телятница Мария Кугданова к молодняку относится с особой любовью. Ведь это надежда на светлое будущее предприятия. Они требуют очень много ухода. Они как маленькие дети. Требуют любовь, ласку. День три раза кормим ребенка. И они очень-очень хрупкие, маленькие, очень любимые. Впереди у животноводов огромные планы. За счет культивации земли собираются расширять сенокосные угодья на 80 гектаров.